Привет, дорогие друзья! Ну что, празднование 30-й годовщины независимости Украины, или как сейчас мы стали наговорить, возобновление независимости Украины удалось. Понравилось это нам, и мне кажется, даже самые большие скептики и не сторонники действующей власти с большим удовольствием посмотрели парад, и все остались глобально довольными. Почему я говорю о том, что все у нас получилось и прекрасно прошло это мероприятие? Потому что здесь за поребриком горит и пылает истерика и шок уже второй день, причем в таком режиме, знаете, по шкале Геббельса 10-ти бальной 15. Ну то есть за все они показатели вышли, грозят нам карами, говорят, что вы не украинцы, вы русские, и да, чтобы это доказать нам, грозят нам российским вторжением и российскими бомбами. Но уважаемые наши соседи, или так, неуважаемые наши соседи, незалежность Украины, ценезворотний процесс, и ничего вы с этим сделать не можете, можете просто подавиться своим собственным ядом. Но есть один момент, который мне хочется осветить. И это звучит так. Алло, СБУ, хватит праздновать? Такое впечатление, что у вас с такими темпами скоро сбежит Медведчук. Потому что вся эта опозжественная шобла, даже не вся, а именно крыло, которое под брендом Медведчука сейчас присутствует в Верховной Раде, очень-очень сильно активизировались. И то, что они говорят, на самом-то деле является неким тестом для украинских государственных органов. Потому что они в прямом эфире вражеских телеканалов вражеского государства разжигают межнациональную рознь в Украине. Об этом поговорим. Меня зовут Роман Сымбалюк. Я корреспондент Униан. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Мы здесь называем вещи своими именами. Захватчиков российских российскими захватчиками, а украинских коллаборантов украинскими коллаборантами. На прямой связи снова эксклюзивная уникальная возможность прямо из-под домашнего ареста. Давно вас не видели, честно говоря, скучали. Виктор Владимирович Медведчук, лидер партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Здесь, наверное, Юрий Бойко заплакал, потому что он тоже думал, что или думает, что он лидер. Но вопрос в другом. Алло, СБУ, вы уверены, что именно таким образом должен выглядеть домашний арест? Вообще эти любители России, они меня просто потрясают. Потому что если они одержат победу, что, конечно же, невозможно. Но прецеденты у нас есть. И российские порядки принесут в свободную Украину. Как это будет все выглядеть? Как в Донецке. То есть подвалы, пытки и убийства. И вот таким вот товарищам, конечно, никто не даст вещать, находясь под домашним арестом. Не знаю. Может быть, Виктор Владимирович просто хочет проводить это время вне дома? Вот это вот вопрос. И то есть скиньте это видео ребятам из службы безопасности Украины. Пусть делом займутся. Ну, подпишутся, конечно, на канал, как и вы. Это понятно. Но согласитесь, это странно. Виктор Владимирович, я так понимаю, что вы себе уже оборудовали студию. Непонятно, в какой вы комнате прямо сейчас находитесь. Но я доподлинно знаю, что выходить из дома вам запретил пан Зеленский. В таких ситуациях нужно использовать формулировки, которые предлагает Кремль. Ну, например, в части того же Навального. Они говорят, а мы-то тут при чем? Это все суд. И вот у нас тоже это все суд. Вопрос в другом. Враги российского режима, они или в могиле, или за границей, или в тюрьме. А вот у нас как-то непонятно. У нас даже, понимаете, сколько бы в России не говорили про какой-то киевский режим, ну, мы видим. Режима нет. Я боюсь, что хунты нет. Что происходит на Украине? Кто главный? Задам вам этот вопрос. Прямо драка между Зеленским и Порошенко. И эти американцы, куда без них, а? Ну, вы знаете, что на российских пропагандистов больше всего озадачило, покоробило и взбесило. Это присутствие военных наших стран-партнеров, стран-союзников на параде. Они говорят, что не может быть. Солдаты НАТО идут по Хрещатику. О, ужас! Мы не можем это допустить. В такие моменты я просто всех хочу отправить. Знаете, куда? Нет. Российских пропагандистов, хотя, в принципе, отправить их на три буквы. ДНР. Было бы неплохо. Нет. Отправить их в 2010 год. На Красной площади офицеры и солдаты Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Они представляют соединения, участвовавшие в открытии Второго фронта в Европе и в известной всему миру встрече с советскими войсками на Эльбе. И тогда по Красной площади проходили не только американцы, но и другие союзники по антигитлеровской коалиции. Ну и да, очень мне нравится вот это видео, хотя есть версия, когда под эти кадры наложили звук про ла-ла-ла-ла. Ну мы об этом неоднократно говорили и Ольга Скопеева неоднократно генерировала дискуссию на тему Путин ла-ла или не ла-ла. Добрый день, я рад вас приветствовать, студию, вас и телезрителей. Я действительно тоже соскучился по этой аудитории. И хочу сказать, что отвечая на ваш вопрос, видимо надо сказать первое о том, что независимо где я нахожусь, но я точно нахожусь под домашним арестом. Я вам говорю, что этим вопросом должна заняться служба безопасности. Видите, Виктор Владимирович говорит, независимо где я нахожусь. Хм, независимо. Нет, это важно определить, где же находится Виктор Владимирович. Но самое главное, видите, после длительного молчания он соскучился по Ольге. Ну и другим товарищам. Ну да, они единомышленники. Вообще, когда включают вот этих вот негодяев из ОПЗЖ, их не перебивают. Потому что они несут такую дичь, что даже российские информационные войска ничего добавить не могут, просто аплодируют. Главный это тот, кто управляет внешне нашей страной. Это не наша власть, это не наш президент, к огромному сожалению. Да, Виктор Владимирович восстал из-за политической могилы. Такой опции он, кстати, лично Василию Стусу не предоставил. Это так. Просто, кажется, аналогии не самые уместные. Но, по-моему, Зеленскому нужно каким-то образом объяснить, в что он играет. Я, как представитель оппозиции, очень заинтересован в том, чтобы господин Зеленский встретился с Байденом. Потому что, ну, воочию сегодня, несмотря на то внешнее управление, которое введено в Украине, о том, что есть претензии не только со стороны Меркель, но то, что есть претензии со стороны американской власти, и то, что они будут, видимо, частично или полной мере высказаны, это уж точно. И тут возникает ключевой момент. Вы уж определитесь, товарищ Медведчук и его миньоны. Если это внешнее управление, если бы было внешнее управление, то, соответственно, не было претензий ни от Меркель, ни от Байдена. Но эти же негодяи чего хотят? Они хотят, чтобы, как они привыкли, Украиной управляли не из Киева, а из Москвы. Но, как мы уже обсудили в начале этого видео, хрен им. Однако, мне кажется, что, как минимум, в вопросе Минских соглашений, которые являются безальтернативными, о чем говорила Меркель, о чем будет говорить Байден, и о чем говорят граждане Украины, так как ставят эту проблему как проблема номер один. И это правда. Вопрос войны и мира нас волнует. Это жизнь людей. Только почему, Виктор Владимирович, в эфире Российского канала эту социологию интерпретирует как желание украинцев сдаться российским захватчикам? Ведь они чего хотят? Они хотят присоединения свободной Украины к оккупированному Донбассу. Где что? Российский флаг. Вы думаете, я шучу? Нет. Вот мои друзья-сепаратисты постят вот такие фотографии из города Донецка. Хотя друзья-сепаратисты нет. Коллаборанты. Вы последовательно выступаете за добрые отношения с Российской Федерацией. Не знаю, в курсе ли. Украина на медней признала Россию не просто агрессором, но еще и страной-оккупантом. Причем признала это в рамках Крымской платформы, куда приехали, ну, самые, наверное, отъявленные мировые русофобы. Это представители более 40 стран и международных организаций. НАТО в полном составе, Европейский союз в полном составе. Русофобы это те, кто говорит и не забывает о том, что Россия оккупировала Крым и Донбасс. И причем люди, которые там собрались, очень много говорили о том, что нужно как-то мирно договориться. Но, видите, договориться мирно не удастся. Потому что они хотят не только Крым и Донбасс, они хотят еще и Киев. И заявляют об этом откровенно. Но что нам говорит кум Путина? Это же важно. Внимание, сотрудники службы безопасности. Вот здесь можно записывать эти цитаты. Потом они должны пригодиться вам в уголовном деле. Если коротко, это риторика антироссийской истерии, русофобии и борьбы с Россией. То есть вы абсолютно правы в том, что к званию России агрессор прибавилась еще Россия оккупант. По-моему, эти слова можно трактовать как призывы к нарушению территориальной целостности Украины. То есть если ты говоришь, что Крым это Украина, значит ты автоматически русофоб. Ну, позиция Медведчука понятна. Когда об этом говорят в Москве, это хоть как-то можно понять. Здесь альтернативная реальность. Но когда эти вещи произносят в Киеве из-под домашнего ареста, по-моему, что-то тут не то. Вы знаете, я думаю, что Россия это переживет. Я почему-то даже в этом уверен. Вопрос заключается в том, переживут ли те нормальные люди в Украине, которые так не считают Россию ни агрессором, ни оккупантом. Готовы ли они этого не признавать и что-то делать в этом направлении. Вопрос. Есть один кум и множество российских флагов в Крыму и на оккупированной части Донбасса. А почему тогда Россия не агрессор? А, Медведчук просто играет в другой команде. Не знаю. Опять хочется сказать. Алло, СБУ. Потому что, понимаете, миньоны Медведчука и Медведчук, они же не просто все всплыли синхронно. Это у нас что? Российский государственный канал «Россия-1», а есть де-факто Российский государственный первый канал. А что там? Потому что, к сожалению, сегодня Украина – это колыбель фашизма. Украина – колыбель фашизма? Ну, еще раз. Это называется пропаганда ненависти и вражды. Это я вам говорю как народный депутат, как гражданин Украины, как патриот своей страны. Интересный патриотизм, который предполагает, что там единство России, Украины и Беларуси, ну, то есть не предполагает Украины. Странные подходы. Сегодня фактически фашизм не просто возродился в моей стране, а он сегодня нашел точку опоры во власти. Кто бы мог подумать, мой дед – герой Советского Союза, уроженец города Полтавы, это центр Украины, и он в могиле переворачивается. Я знаю как минимум еще одного внука, правда, другого героя Советского Союза, который активно воевал с Россией в 2014 году и рассказывал мне, как на его руках умирал лейтенант российской армии. И он в рамках каких-то гуманитарных действий отдал ему свой шприц-тюбик, чтобы он не испытывал боль. Потом пожалел, потому что буквально через несколько минут он сам получил ранение, а, соответственно, препарата уже не было. Ну, как говорится, может быть, у нас и деды тогда воевали вместе, но вот сейчас вот этот вот внук точно, опять же, под крылом Медведчука, который играет в команде Путина. То есть, что получается, что рядом с казаком, который отображает центр Юго-Восток Украины, вот мы видим с западной Украины льва, который присутствовал на штандартах СССР. Какая бурная фантазия. Оказывается, у нас большой герб – это тоже фашизм. Но не уроды, ну, согласитесь, не уроды ли эти ребята? Главные артерии в столице названы именами преступников – Бандер, Шухевича, когда им ставятся памятники, когда свастика у каждого второго. Может быть, у каждого второго в партии ОПЗЖ? Ну, эти ребята абсолютно откровенны, и нужно сказать им спасибо за то, что они такие. И тут вопрос уже, конечно, просто к правоохранительным органам. Кто обязан по своим функциональным обязанностям защищать суверенитет и независимость нашей страны? Ну, блин, это же ни в какие ворота не лезет. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте лайки этому видео. Ну и что, распространяйте его в социальных сетях и в своих группах. Люди должны знать, кто у нас публично призывает к ликвидации нашей страны. А мы, понятно, это не позволим. Но вот просто закрыть на это глаза, мне кажется, это неправильно. Так независимость не строят. Хотят жить в России? Есть совет Зеленского. Чемодан, вокзал, Раша. Всем спасибо за просмотры. Приходите на Patreon. Чао. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»